Вопрос очень чувствительный и шепетильный. Это не то, что вот с одной стороны ОДКБ и мы члены ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан. Это наши дружественные две страны. Да, действительно, они были в одном государстве, но более того, мы члены СНГ вместе с Азербайджаном Армении. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией и очень близкой нам мусульманским государством Азербайджан. Особо это чувствительно для других членов ОДКБ, в том числе и Российской Федерации, где 30 миллионов мусульман. То есть все нюансы, все факторы надо учитывать. И потом, ну разве Азербайджан, вот присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано президентом Путином, что и Армения, и Азербайджан – это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать. Поэтому ставить вопрос с одной стороны ОДКБ, вы с нами или нет члены ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан – нельзя. Это неправильно. Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек, Ильхам Алиев. Что будет завтра, он же не вечен. Никто не знает. Поэтому эти вопросы острые, о которых говорит Никол Вавальевич, действительно надо решать сейчас. При нынешнем руководстве Азербайджана. Кто бы не стоял за спиной Азербайджана. Ну, говорят, Турция там и так далее. Ну и что? Это политика. Турки поддерживают Азербайджан, потому что они близкие и родные. Но так можно упрекнуть и Россию, что она поддерживает Беларусь, а Беларусь поддерживает Россию. Ну, потому что мы близкие, мы родные, мы поддерживаем друг друга. Поэтому вопрос надо решать сейчас. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.